Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Снова мы разбираем события, которые случились на минувшей торговой сессии и смотрим вперед на те отчеты, которые должны быть опубликованы, выйти в предстоящие дни и, по идее, тоже должны сказаться на динамике финансовых инструментов. Текущая торговая сессия довольно, скажем, не перегружена, мягко говоря, событиями. Более того, я считаю, что если на что-то обращать внимание, то это только отчет от Американского института нефти, от API, который будет опубликован в 23.30 по московскому времени. Это, пожалуй, по содержанию экономического календаря последняя более-менее спокойная сессия, потому что уже с завтрашнего дня нам точно будет чем торговать. Мы с вами в ожидании роничных продаж по Канаде. Я сегодня сделаю на этот отчет, собственно, наверное, так же, как и завтра, больше внимания, потому что прошлая пятница реакция канадца на выход сильных данных по инфляции нам еще раз доказали то, что канадский доллар сейчас активно реагирует именно на перспективы повышения процентной ставки и готов в связи с этим сразу же нейтрализовывать эффект на себя от сильного доллара и снижения цен на нефть. Это очень важно, друзья, потому что по доллару канадца у нас как раз ставка сделана на то, что мы хотим увидеть именно дорогого канадца сейчас. И настолько дорогого, что с учетом даже текущего снижения мы все равно рассчитываем получить в качестве дополнительной экстра прибыли еще не меньше 200 с небольшим пунктом. И я думаю, что шансы на реализацию, скажем, вот этого замысла и движения пары доллар-канадца в районе 1.28 весьма и весьма высоки. А плюс ко всему, зад у нас протоколы Федрезерва. Доллар сейчас явно нуждается в дополнительном внутреннем триггере, катализаторе, потому что американцу сейчас очень трудно. Мы видим то, что вчера доллар терял позиции против иены и сегодня давление на него сохраняется. Мы также попробуем объяснить, с чем это связано. Поэтому нужно, конечно же, перехватить инициативу, попытаться это, по крайней мере, сделать, но без поддержки фундамента это будет очень трудно. Хорошо, что у нас на этой неделе есть такой катализатор протокола и хорошо, что ожидание вряд ли изменится за оставшиеся сутки. И, скорее всего, с максимальной, скажем, вероятностью мы убедимся в том, что представители ФРС, как и раньше, полны оптимизма в отношении американской экономики, а, соответственно, будут голосовать на сентябрьском заседании Федрезерва в конце сентября за повышение процентной ставки. Хочется верить, что доллар воспользуется этой локальной поддержкой и сможет, как минимум, против иены удержаться выше 110 иен за доллар. Также у нас еще будет достаточно времени, чтобы поговорить и о долларе японской иены. Поэтому я сейчас предлагаю все-таки по хронологии наших основных идей, на которые мы делаем ставку каждый день, пробежаться. Начнем мы традиционно с нефтянки, которая сейчас находится на отметке 72-33. Конечно же, это те уровни, которые сейчас характерны для бренда. Не то чтобы интересная вчерашняя торговая сессия. Мы, кстати, в очередной раз, уже третью сессию подряд подросли, правда, там символичный прирост. Я думаю, что на дневках вы лично в этом можете убедиться. Однако, если мы будем подводить с вами недельные результаты, которые нас, как долгосрочно ориентированных трейдеров, интересуют куда больше, также легко можно будет заметить то, что нефть продолжает развивать именно нисходящую динамику. Собственно, вчерашняя торговая сессия – это еще, скажем, одно доказательство того, что на рынке локальной сейчас есть оптимисты. Они, собственно, отыгрывают последний двостной фон, который связан с возможностью возобновления переговоров между США и Китаем. Хотя сразу же хочу сделать небольшое лирическое отступление и немножечко повлиять на ваш оптимизм. В расчете на то, что вы все-таки одумаетесь и не будете искать позитив там, где его нет. Буквально вчера в ходе интервью Reuters президент США Дональд Трамп высказался относительно того, что можно ожидать и рассчитывать по факту вот этих переговоров. Есть даже информация, друзья, ее нужно еще подтвердить. Но давайте, скажем, за что купил, а то я продаю. Вроде бы как эти переговоры пройдут на этой неделе. Ну, собственно, Трамп в ходе интервью дал понять, что лично он не ожидает каких-либо конструктивных сдвигов и вообще выхода переговоров из того тупика, в котором оказались торговые отношения США и Китай. Я думаю, что это явное доказательство того, что он оставил, опять же, на самотек ситуацию возможного нахождения компромисса. То есть, дал возможность переговорщикам от Вашингтона, собственно, послушать позицию Китая. Может быть, они что-то хотят предложить. Ну, совершенно очевидно, что прослеживается изначальная установка или, скажем так, директива высших эшелонов власти, ну, лично от него, что никаких уступок и прежняя идея протекционизма должна быть ключевой. Вот почему позитивных комментариев от Трампа мы не получили. Поэтому, как и, собственно, я уже отмечал, я тоже не рассчитываю получить какой-то позитив по факту этих переговоров. Думаю, друзья, что нам также не нужно искать позитив в этом. Есть еще и оптимисты, которые по-прежнему цепляются за иранскую тему, что ноябрь-маломайский приближается. И если, опять же, санкции, которые вступят в силу против иранского аналитического сектора, станут причиной существенных прекращений поставок, спадов поставок иранской нефти, это может повлиять, собственно, на глобальное предложение. Но здесь достаточно разобрать такую географическую картину, те регионы, которые действительно могут сейчас все же попасть под влияние угроз в США и отказаться от покупок иранской нефти, это Европа, Япония, это, собственно, Южная Корея. Однако, с другой стороны, есть у нас Китай, который является ключевым, собственно, импортером нефти. У нас есть также очень актуальная сейчас тема и, соответственно, регион Турция. У нас есть еще и Индия. Ну, Турция и Китай. Почему я выделил эти две площадки? Потому что против них действуют санкции США, скажем так. И, соответственно, я не думаю, что они могут начать плясать под дудку США в связи с этим и отказаться от покупок, собственно, иранской нефти. Поэтому серьезных изменений, недопоставок из-за Ирана я точно уж не ожидаю. Я уверен в том, что по мере вступления в силу этих санкций вы лично сами в этом убедитесь. Но хотелось бы, чтобы вы пришли к этому выводу раньше, до того, как это станет известно. Потому что в связи с этим вы получите еще один сигнал того, что нет причин для покупки, собственно, нефти. Я предлагаю также еще не забывать про прежние риски, которые мы выделили для, собственно, всего энергетического сектора. Повторяться я не буду. Впереди у нас статистика по запасам нефти США. На прошлой неделе, благодаря отчету по запасам, когда запасы нефти США выросли на почти больше, чем на 6 миллионов баррелей в сутки, мы, собственно, и обновили апрельские минимумы по Brent. Если картина макроэкономическая, статистическая будет похожа в рамках, собственно, завтрашней торговой сессии по факту выхода отчетов, то ситуация может повториться. Поэтому нефтианку обкладывают со всех сторон, друзья. Я думаю, что разворот, он, конечно же, последует в ближайшие дни. И в этот раз мы все-таки коснемся с вами поддержки 70 долларов за баррель. Рубль 67.10. Ждем санкций США против российской экономики. Ждем еще большего негатива. Ждем отдачи слабой нефти. И ждем, что доллар на глобальном рынке снова перехватит инициативу всех конкурентов и упрощит свои позиции. Поэтому, как и раньше, долгосрочная цель попарить доллар-рубль в районе 70. Доллар японская иена 110.04 сейчас допускают, что, может быть, даже протестировали эту психологическую планку в 110, юбилейную такую отметку. Скажем, падать духом я сейчас вам не рекомендую. Потому что, ну, есть локальные причины, из-за которых трейдеры сейчас немножечко забеспокоились за перспективу доллара. Потому что, опять же, возвращаясь к вчерашнему интервью Трампа и Рейтерса, стоит выделить еще его комментарии, теракритика, очередная в адрес текущего курса Федрезерва и лично мнение и позиции, которые лоббирует председатель Федрезерва Джером Пау. Ну, это, конечно же, критика против сильного доллара. Очевидно, вот сколько я следил за выступлениями Трампа, пытался уловить вот суть его позиции, логику его мышления, ну, она понятна, конечно же, его явно бесит тот факт, что те действия, которые предпринимаются против Китая, автоматически заставляют Китай задействовать защитные механизмы, ослаблять курс национальной валюты. И своего рода Китай тем самым нейтрализует, конечно же, агрессию США и снижает вот этот эффект ущерба, на который рассчитывает Трамп. И при этом для того, чтобы, собственно, эти меры сработали, то есть меры воздействия Соединенных Штатов Америки на Китай, нужно было бы сейчас как минимум проводить политику, которая предполагала бы также ослабление национальной валюты, потому что если сейчас сделать доллар дешевле, то мы все прекрасно понимаем, какие позитивные, какие блага, скажем, открываются для национальных американских производителей за счет роста их конкретной способности. Но вместо того, чтобы проводить такую политику, Федрезерву остается предан курсу более высоких процентных ставок, которые априори за собой тащат доходности трежерис более высокие и влияют на курс доллара, разгоняя его стоимость. Поэтому не знаю, в конце концов, к чему это приведет, сможет ли Трамп повлиять на Федеральную резервную систему, может быть, как бы предвосхищая вопросы о том, будут ли какие-то директивные указания напрямую, Дональд Трамп вчера еще раз подтвердил, что Федрезерв остается, конечно же, независимым институтом, и каких-либо прямых рычагов воздействия у, собственно, президента США нет. Будем надеяться, что подобного рода комментарии не испугают Джерома Паула, который не так давно вступил, собственно, в полномочия, и сохранят его убеждение в том, что сильная американская экономика должна под собой подразумевать высокие процентные ставки. Нам нужно, чтобы Джерома Паула сейчас был предан своим прежним взглядам, потому что нам нужен дорогой доллар, и уж тем более нам сейчас не нужен дешевый доллар, на котором продолжает настаивать Трамп. Я напоминаю, друзья, также, что на этой неделе состоится симпозиум в Джексон Холле, трехдневный, и считается, что центральным событием вот этого симпозиума, этой международной конференции банкиров, ключевых центральных банков мира, центральным событием станет выступление Харс Джерома Паула. И все сразу же начинают проводить аналоги, параллели с прошлыми встречами в Джексон Холле, когда мы получали довольно серьезные сигналы корректив национальных денежных рейтных политик, именно на этой встрече, чего стоит только вот 2013 год, когда вы помните Бен Бернанг, который еще до Джанет Йеллен возглавлял Федрезерв, Федрезерв, собственно, мы помним, что он анонсировал тогда выход и отказ от программы количественного смягчения. Но тогда были ожидания вот этих изменений. Сейчас, я думаю, что дорожная карта о политике Федрезерва, она более чем прозрачна, ясна, и каких-то бы форс-мажоров уж точно мы не должны получить, но было бы неплохо услышать еще раз о том, что Федрезерв будет повышать процентные ставки и в идеале бы не меньше двух раз до конца этого года. Поэтому я, как вы понимаете, от Джексон Холла, от встречи, выступления Джерома Паула, жду реанимации, скажем, для доллара и ожидаю, что американская валюта сможет как минимум устоять против иены выше отметки 110, даже несмотря на то, что вот сейчас на площадках обсуждают то, что переговоры между США и Китаем априори безнадежны, потому что, собственно, об этом высказался сам Трамп. Кстати, именно в этом и заключается основная причина сейчас ухода от трейдеров в защиту, потому что раньше ожиданий и надежды на то, что эти переговоры могут быть конструктивными, способствовали ослаблению иены и франк. Сейчас ситуация развивается ровным счетом наоборот. Евро против доллара 1.1529, еще раз с учетом роста европейской валюты, стоит сказать, молодцы вам всем, друзья, кто отказался, собственно, от коротких позиций своевременно в расчете на то, что курс может немного откатиться, прежде чем снова пойдет ниже. Мы сейчас как раз наблюдаем за развитием похожего сценария. Единственная причина роста евро – это локальная слабость доллара и больше ни в чем. Я поддержки для европейской валюты искать не советую, потому что ее как таковой нет. И, соответственно, мы ждем сейчас теста сопротивления 1.1560-1.1570, и оттуда начинаем снова возобновлять продажи. Цели, я думаю, вам ясны, понятны. Мы ждем уж совсем такого глубокого захода европейской валюты против доллара. Это снижение в район 1.1, то есть с учетом текущих котировок больше полутысячи пунктов. Ну, может быть, у нас будут и пограничные, и перевалочные зоны, снова, как и раньше, на отметке 1.13. Но там будем следить. Думаю, что импульса текущего, который идет по евро, будет достаточно, чтобы пара дошла до как раз сопротивления, которое мы отметили, откуда уже будем возобновлять игру на понижение. Доллар канадец, с вашего позволения, давайте поговорим о канадце более пристально и внимательно завтра уже в преддверии выхода данных по уроничной продаже. Лишь напомню, что канадец сейчас крайне интересен. Почему? Потому что канадский доллар – один из немногих валютных активов, который явно противостоит, я бы даже сказал, с легкостью любому укреплению доллара и снижению цен на нефть. Потому что участники рынка, трейдеры с особой охотой сейчас отыгрывают перспективу изменения процентных ставок. После пятничной инфляции вероятность повышения ставки в октябре выросла до 80%, может быть, даже чуть больше. Завтра у нас есть с вами возможность затащить эту вероятность даже еще повыше, ну и, разумеется, отыграть еще большую бодрость канадца. Мы сейчас находимся на отметке вблизи уровня 1.30.20. Я думаю, что тест поддержки 1.30 – это вообще в ближайшие часы уже состоится. Но наша цель максимума – это 1.28. Я думаю, что мы сможем, собственно, до нее добраться. Австралийц против доллара 0.73.58. Недалеко мы ушли от уровня 0.73. Сейчас настроения для кого-то могут показаться исключительно оптимистичны в отношении австралийца. Могут быть даже и изменения в торговой активности. Ну, то есть, рост австралийца, который продолжается уже четвертый день, может переубедить вас отказаться от коротких позиций. Я надеюсь, друзья, что вы все-таки не окажетесь среди тех, кто поверит сейчас в рост австралийца, потому что этот рост оправдать очень трудно. Несколько часов назад вышли протоколы последнего заседания Резервного банка Австралии, которые повторили ровным счетом то, что мы с вами анализировали, обсуждали и к каким выводам пришли. И то, что мы слышали от Филиппа Лоу, который возглавляет Резервный банк Австралии, то, что ничего меняться с политикой не будет в ближайшее время. И более того, австралиец Резервный банк Австралии совершенно не против, чтобы курс австралийца был еще ниже. Я думаю, что с учетом, опять же, тех тенденций, которые сейчас развиваются в Китае, учитывая тесные партнерские связи, вы прекрасно понимаете, что должно сейчас быть с курсом австралийского доллара, который очень важен для китайских партнеров, потому что все-таки Китай экспортирует сырье из Австралии. И состояние торгового баланса этих регионов базируется именно на том курсе, который мы сейчас можем увидеть, австралийца против юаня. В данном случае вывод я уже делал, какие ожидания мы должны с вами преследовать и, в принципе, какие изменения в курсе, если и должны происходить, то, собственно, произойдут. Эти изменения предполагают ослабление курса австралийца. Для меня единственное оправдание, почему курс австралийца сейчас растет, это локальная слабость доллара. То же самое оправдание, как и в отношении евро-доллара. Поскольку я думаю, что ослабление доллара это исключительно локальная тенденция, тем более, что впереди у нас протоколы, впереди у нас выступление Джерома Пауэлла в Джексон Холле, считаю, что доллар сможет до конца этой недели все-таки восстановить свои позиции. Поэтому рисковые инструменты снова окажутся под давлением, под которым, собственно, и находились в течение длительного периода времени. Если хочется поторговать австралийцам, для тех, кто раньше им не торговал, можете присмотреться к торговому ордеру sell limit с отметки 0.74. Если мы коснемся этого сопротивления, думаю, что уровень может быть классным для именно долгосрочных продаж, чтобы уж не только получить хороший профит, но и вообще снять сливки с возможного возвращения австралийца ниже и развития нисходящей динамики. Фунт против доллара 1.28-1.29, то же самое, как и с австралийцем, здесь евро, рост основан только лишь на ослаблении доллара. Не забывайте про то, что против британца действуют неясные перспективы Брекзита. До выхода из состава Европейского Союза остается 7 небольшим месяцев, договоренностей по-прежнему нету. И все сейчас в большей степени даже склоняются к идее того, что Англии придется покинуть состав Европейского Союза без доступа к единому европейскому рынку. Негатив, я думаю, что еще будет в ближайшее время. Этот негатив снова вернет на рынок продавцов и позволит нам снова активно говорить и спекулировать на теме снижения пары фунт-доллар в район отметки 1.25. Это, кстати, наша долгосрочная цель. Друзья, на этом, собственно, все. Хорошей вам торговой сессии, прибыльных торгов. Безусловно, увидимся мы с вами завтра в 9.30 по московскому времени, как и всегда в прямом эфире через Перископ. До скорых встреч, всего доброго, до свидания.